Позвольте потом, чтобы уже сунглалов сами. Узнайте, самый необъективный. Всем привет. Клинический случай будет вам задать вопрос. Keep calm on. Итак, наш пациент, бортинженер, житель Сингапура, 28 лет, женат, как мы потом это поймем, на зонамнезе, поступил в отделение скорой помощи с жалобами на тошноту, сильной вялость, стремный лук и, удивительно, но в кальвине у него были обнаружены серебряные включения. Решили сделать ему обзорную рентгенограмму. Что же там было? Какие-то эх, были рентгенопозитивные включения, мелкие, на протяжении всей кишки. Встал вопрос, что это? Ну, если соотнести то, что... Жена ртутью отравила. Так, ртуть — это правильно. Но не жена отравила, и там даже не было никаких плохих мыслей. Радостник. Откуда? Откуда так много ртути оказалось у человека? Уровень мочи зашкаливает просто, это криминал. Так, откуда? Стали спрашивать мужчину, что, в чем причина, что это может быть в еле? Оказалось, что его дорогая теща очень заботилась о благополучии своего... Как это правильно? Взять. Взять, да. И она по канонам традиционной индийской медицины решила полечить. Его 12-недельный курс лечения ртутью — 3 столовые ложки на порцию еды. Он добросовестно все это лечился. Ну, все это принимал, потому что это же терщина, даже его любят. Но, к сожалению, не вылечился. Поступил в отделение. Ну, как ты... А можно сказать, от чего лечился? От лечился историй мало, чем, поэтому было интересно, но, к сожалению. Лечение. Лечили противоролотной терапией, ничего специфического. Просто прекращали прием ртути. Он с какой-то периодичностью проверялся в стационаре. И уровень ртути через 2 года у него 10 раз стал меньше. Вот. Слава Богу, все обошлось. Почему такое могло произойти? В принципе, ртуть, она плохо абсортируется в кишечнике. Но это если ее в малых дозах принимать. А в таких гигантских и криминальных организм не справляется. И происходит жуткая интоксикация, которая приводит к таким последствиям. Но, слава Богу, все обходится. Так что, с наступающим, ребята. Любите своих тещих. Спасибо. Спасибо. Спасибо.